здравствуйте меня зовут евгения гречуха вы смотрите интервью на двадцать первом из новостных сводок не пропадают сообщения о новых случаях вандализма ему подвергаются и детские и смотровые площадки в мурманске и области кто их восстанавливает сильно ли это бьет по бюджету и что делать если стал свидетелем неуважения к чужому труду на наши вопросы ответит директор она центра городского развития мурманской области валентина миронова валентина северяне к сожалению нередко делится в соцсетях фотографиями очередной расписанной или разрушенной в детской площадке или смотровой скажите насколько остров мурманской области стоит вопрос вандализма к сожалению да так как мы одно центра городского развития занимаемся установкой и монтажом детского игрового и спортивного оборудования в городе мурманске а также по мурманской области то мы несем некоторую ответственность от старта монтажа до передачи в органы муниципальной власти и вот этот вот промежуток пока мы отвечаем за эту площадку на стадии монтажа оборудования на то что площадки закрыты строительным забором на стадии передачи мы наблюдаем акты вандализма когда только свежее поставленное оборудование может быть сломано что-то разрисовано что-то поджигают канаты нам у нас выворуют различные элементы откручивают болты ломают скамьи ломают мафы уносят мафы на самом деле очень много случаев действительно такого необъяснимого вандализма именно в отношении вот детских и спортивных площадок а на кого ложится ответственность за их восстановления на разных этапах ответственно и за площадки разные в начале пути муниципалитет предоставляет нам территорию и подготавливает основание для установки оборудования затем оно закупив и выбрав качественное достойное оборудование приступает монтажу и к устройству покрытий и вот в процессе от старта монтажа до придач муниципалитет площадка находится в ведении она центром городского развития мурманской области мы несем ответственность за восстановление мы несем ответственность за восполнение достающих элементов, которые часто уносят. Впоследствии мы передаем все оборудование и всю площадку в управление городу, и уже город несет ответственность за то, что площадка была безопасной, обслуженной, ухоженной, ну и как бы как-то соответствовала своему собственному назначению. А расскажите, как проходит выбор оборудования? Выбор оборудования у нас происходит очень тщательно, потому что уже в течение трех лет, даже больше, проходит программа комфортной городской среды, это национальный проект, а также есть программа на севере жить. До этого были различные поставщики оборудования, и самые качественные, которые в течение двух-трех лет показали себя с хорошей стороны, впоследствии убираются на площадку. В Мурманск поставляется, в Мурманскую область очень достойное, такое вандалоустойчивое оборудование, очень интересные элементы, но даже оно, к сожалению, иногда приходит в такую внегодность от того, что его перенапрягают, то есть дети видят, или кто-то, пользователи площадки, видят, что оно очень такое устойчивое и мощное, просто так его нагружает, что оно не выдерживает собственного нагрузок от этих детей. Но мы стараемся выбрать, чтобы оно было с минимальными зазорами, чтобы оно было яркое, чтобы оно было интересное, чтобы оно было безопасное, чтобы оно было крепкое, очень важный монтаж. У нас есть шеф-монтаж от того оборудования, которое мы выбираем. Мы стараемся, чтобы каждый год оборудование было новым, то есть какие-то интересные детские игровые комплексы. Если это спортивное оборудование, то также многосоставные какие-то комплексы. То есть опыт предыдущих лет позволил нам определиться с тем оборудованием, которое легче всего отремонтировать, например, потому что поставщик должен быть проверенный и качественный, а также то, что лучше всего выдерживает нагрузки от эксплуатации, а также не эксплуатации от вандализма. То есть то, что можно быстро починить и, в принципе, не затратив много ресурсов. Скажите, насколько сильно вандализм бьет по бюджету? К сожалению, есть такая проблема, потому что каждый элемент стоит каких-то средств. Помимо того, что существует гарантийное обслуживание площадок, и завод несет ответственность в течение трех лет, можно какой-то элемент заменить, что-то поменять. Но если это по вине, например, самого элемента, но такое бывает редко. Чаще, когда это вандализм, то мы, конечно же, перезаказываем запчасти, там детали какие-то. Ну, либо не мы, а тот, кто обслуживает площадку. Это очень качественно достойное оборудование, которое требует замены, и стоимость иногда очень сильно разнятся. То есть зависит от объемов поломок, от того, что конкретно сломано. Ну, были, например, очень странные ситуации, когда у нас уносили целую карусель, целую сетку, то есть ее просто выкапывали. Зачем это было сделано, непонятно. Видимо, людям очень сильно нравятся канаты. И вот когда целый элемент куда-то исчезает, это, конечно, достаточно дорого. Для бюджета города городского или любого муниципального округа это, конечно, сильная нагрузка, потому что обслуживание заложено в бюджет. И, конечно, там ремонт по эксплуатации тоже. Но когда очень сильный акт вандализма, фактически вам нужно заново переустановить оборудование. Это большой объем работ, который требует ресурса. И расскажите нам еще о частных случаях. Вот, например, эта площадка, где мы сейчас находимся, часто ли она страдает? Да, она страдала достаточно часто. Здесь, например, очень интересный случай, когда у нас стоит игровой уличный батут, который просто, на нем нужно прыгать, но в какой-то момент кто-то, видимо, уронил что-то туда вниз. Нас просто не сняли с карабинов, там, как будто это пружинищее покрытие, просто в нем сделали дырку, нарушив его целостность. То есть это полностью надо под замену было сделать полотно. Вместо того, чтобы обратиться в обслуживающую организацию, как-то попросить или как-то бережно отнестись к элементу, его просто как бы нарушили. И тем самым создав небезопасный, как бы, когда элемент. Затем отсюда как раз унесли детскую сетку, огромную лазалку-пирамиду, которую просто зачем-то выкопали, отломали. Тоже непонятно зачем. Вот мы перезаказывали оборудование заново, потому что приварить, ну, как бы, нельзя. То есть это нарушается технические характеристики, которые потом влияют также на безопасность. Вот поэтому эта площадка у нас такая ремонтоподверженная, скажем так, да. Ремонтировали ее часто. А сколько времени примерно прошло с того момента, как поставили эту площадку, до вот первых таких серьезных актов? По-разному. Ну, вот на этой примерно месяца 2-3, с момента установки. Ну, вот есть же другие, там, когда ломают просто на скамьях вот эти, ну, как сказать, там, сиденья у скамей, например, ломают. Или просто откручивают карабины. Вот это происходит постоянно. Или разрисовать какой-то стенд или поверхность, это просто святое дело. Ну, в принципе, разрисовка — это самый незначительный акт вандализма. Хуже, когда вытаскивают болты, заглушки, то, что может как бы повлиять на конструктив в целом. Вот это... Хотя болты закручены очень хорошо, но как только вы снимаете заглушку с болта, то оборудование становится чуть более небезопасным, скажем так. Вот, например, когда оборудование расписано, сразу понятно, что это кто-то со стороны приложил руку. Но, допустим, если оно поломано, вот как отличить умышленную поломку от некачественной работы подрядчика? Очень хороший вопрос. Спасибо. Дело в том, что в момент установки, монтажа площадки, на момент сдачи, мы приглашаем экспертную комиссию, не менее трех человек, которые ходят в площадки и оборудование принимает в соответствии с ГОСТами, с сертификатами, с зонами безопасности. Проверяется каждый элемент на устойчивость, на безопасность, на отсутствие каких-то, не знаю, щелей или каких-то упущенных болтов или упущенных заглушек. То есть это целый составляется акт осмотра площадки, акт передачи этой площадки. То есть мы очень тщательно следим за работой подрядчика. Прописывается ряд замечаний. Если площадка не принята, например, мы находим какие-то замечания, подрядчик устраняет в рамках двух недель все, что мы ему предписываем устранить. Таким образом, в момент передачи площадки уже в город, либо в доступ к детям, она абсолютно безопасна, полностью устранены все замечания, о чем есть соответствующие акты осмотра приемки. Поэтому отличить плохую работу... Мы не принимаем плохую работу подрядчика никогда. Плюс подрядчик несет у нас два года гарантийных обязательств. Таким образом, мы всегда можем либо по гарантийным обязательствам выполнить ремонт элементов, либо это если акт, например, оборудование сломалось, у нас завод несет обязательства по гарантийным ремонту. Но вот если, как мы уже говорили, про конкретный акт вандализма, здесь, конечно, нагрузка ложится на муниципальный бюджет. И здесь уже, конечно, за средства города происходит ремонт того или иного элемента и площадки. А что делать, если ты стала свидетельницей вандализма? Если вы стали свидетельницей вандализма, то необходимо обратиться в правоохранительные органы как можно скорее и предотвратить этот акт вандализма, чтобы сберечь наше дорогое оборудование. Скажите, а могут ли северяне заранее ознакомиться с правилами эксплуатации оборудования? Да, конечно. Около каждой детской игровой и спортивной площадки установлены информационные стенды, где размещена информация о возрасте детей, которые могут пользоваться тем или иным игровым комплексом, о правилах поведения на площадке, а также, что запрещено делать на площадке. На стенде также размещены телефонно-обслуживающие организации и куда можно обратиться в случае каких-то там вопросов по данному оборудованию. Как относитесь к этому вандализму? Да, надо ловить и наказывать строже. И все, больше ничего не поможет. Расписывайте только детские площадки. Вон туда пройдите к дому, там чуть не каждую неделю закрашивают и снова пишут. Ну, пишут в основном всякую гадость, как правило. Соответственно, другие смотрят, те же самые дети и склоняются к тому же самому. Ну, я как взрослый человек просто смысла не понимаю, но если дети, дети есть дети, тут ничего не поделаешь. Я точно знаю, что у нас были памятники, которых сейчас нет. И это определенно не потому, что их кто-то решил снять. Скорее всего, это участие в вандализме. У нас этого очень много. Это было и раньше, и это сейчас продолжается. То есть, ну, я... Короче, мне хотелось бы, чтобы это остановилось. Ну, отвратительно. Смотришь, даже некоторые взрослые люди такой ерундой занимаются, если честно. Психуют, разбиваются. Это ужас какой-то. Все от родителей идет. Если родители будут ругать за это, или общественность за это будет как-то реагировать, тогда может что-то изменится. А так, если ничего не делать, что изменится? Ничего. Так и будем писать и ломать. Все же хорошие, все любят своих только детей. Ну, вот, акула, например, она уже закрыта, я не знаю, месяца два. Я не знаю, что там сломано. Ну, тут был, вот, и уже починили опять. Я не пружина, или как этот аттракцион называется. Нужно как-то уважать чужой труд, в первую очередь, так скажем, да. И, ну, все-таки для города, для людей это делают. Потому что раньше этого не было ничего. И все-таки так, как сейчас это делают, нужно беречь. Плохо их воспитывают с детства, поэтому они все рушат, все унистожают. Вот я к этому очень отношусь, плохо. Очень много несовершеннолетних детей, которые здесь по вечерам просто все разрушили. И у тех же самых вандалов есть, там, не знаю, сестра, у которой есть детки, или у самих есть детки, но, может быть, они не воспитывают. Это говорит, наверное, о низкой культуре таких людей. Давайте поговорим с вами о вандализме на смотровых площадках. Часто ли это у нас явление? Да, к сожалению, смотровые площадки у нас также не обделены вниманием вандалов. Самое частое, что мы наблюдаем, это роспись, нанесение граффити и различных надписей. Не только художественного исполнения, но и оскорбительного. И иногда у нас, например, воруют оборудование, как палочка у глюкофона на солнце барабане. Причем она исчезла у нас спустя несколько часов после монтажа площадки. То есть кому-то она понадобилась. Например, у нас очень часто воруют какие-то мелкие, опять же, детали, болты, элементы. Но, конечно, самое популярное – это роспись, нанесение каких-то рисунков. Ну и в целом такое приведение площадки в неухоженный вид. Вот та локация, на которой мы сейчас с вами находимся, она заинтересовала мурмачан тут же. Но, к сожалению, тут же ее начали портить. Вот расскажите, с какими проблемами здесь приходилось сталкиваться? Да, эта площадка у нас одна из самых любимых для вандалов из остальных смотровых площадок. Здесь очень много и очень часто расписывают ее, оставляют черным маркером, белым маркером надписи на элементах площадки. И так как здесь картированная сталь, это очень сложный элемент для очистки, то нам приходится вызывать специальные бригады, которые ее полируют, шлифуют, пескоструют. Последние работы проведены на этой площадке совсем недавно. Мы полностью перекрасили внутренний контур. У нас проведено там освещение, чтобы она была опять чистой, свежей и уютной. И также скажу, что смотровые площадки уникальные, они находятся на балансе Центра городского развития, как уникальные объекты. Мы их обслуживаем, мы следим за их качеством, чтобы они были безопасные, комфортные. И, конечно же, это ложится нагрузкой на Центр городского развития. А что касается оборудования, мы понимаем, как оно выглядит на игровых площадках. Это качели, горки, батуты. А на смотровых? Вот как выбирают, как закупают? Каждая смотровая площадка города Мурманска – это уникальный архитектурный объект, который поставлен в специально выбранном месте. Они все разные, как вы знаете, они все имеют свою какую-то идею определенную. Поэтому каждый элемент на таких площадках, он индивидуален и спроектирован специально, чтобы мы не взяли, какую бы площадку мы не рассматривали. Скажите, как вы думаете, можно ли найти какой-то выход хотя бы отчасти и как-то минимизировать случаи вандализма? Я уверена, что да. Я считаю, что необходимо популяризировать вообще наличие таких уникальных объектов, воспитывать в детях, во взрослых, через СМИ, через систему образования, бережное отношение ко всем детским, спортивным, уникальным площадкам, ко всем игровым зонам, которые мы создаем, ко всему оборудованию. В связи с чем я хотела бы обратиться к северянам и к гостям Мурманской области. В рамках наших проектов мы создаем комфортную городскую среду и просим вас бережно и заботливо относиться ко всем тем элементам, которые мы устанавливаем, ко всем смотровым площадкам, детским, спортивным и наслаждаться безопасной, комфортной, удобной средой нашего города. Присоединяюсь к вашим словам. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Спасибо.